Привет, с вами Питер Гриффин, вы смотрите На нашем канале ваше любимое шоу в их природной первозданности Питер, ты что, съел целую упаковку песочного теста? Это было тесто? Я думал, это чурчхела Питер, тебе же плохо станет, нельзя есть сырые продукты Успокойся, все совершают ошибки Взять хоть первоначальный вариант первой гибридной машины Эрик, машина просто замечательная, поменять нужно только одно Убрать надпись «Насильник»? Да, убрать надпись Я увольняюсь Из этого можно сделать следующие прогнозы Что это? Ох, это мне нехорошо А теперь помолчим 23 минуты в память о 23 рабочих, утонувших в этом году в цистернах Боже, как больно, больно Конечно, больно, Гриффин Столько хороших людей не стало Я не могу сдержаться И не сдерживайся, Гриффин Выкладывай все Мы за этим и собрались Питер, моя дочка продает печенье Дженет скоро родит, собираем Запишись на софтбол Поддержи детский фундун Это идет на пенсию, подкинь на тот На праздник Корпоративный пикник Секретный Санта Список подвозящих О, наконец-то Теперь могу сходить в... Вот он А, понятно Услышали новость и все прибежали Что ж, ладно Питер Гриффин обделался на работе Рады? Питер Нет, нет, Лоис Расставим все точки на «и» Еще вы наверняка в курсе, что меня на работе застали засосанием пальцев ног И еще кое-что Поднимите руки тех, кто считает уток волшебными На старт, внимание, марш! Руку поднял только Питер Питер, мы собрались не из-за этого И никто из нас не знал, что ты обделался на работе А, а почему все здесь? Питер, твоя мама умерла Она умерла? Ладно, что ж, пойду наводить туман в Фейсбуке статусом «Какой ужасно грустный день», не объясняя ничего Какой ужасно грустный день Что случилось? У тебя все хорошо? Если что нужно, скажи Что угодно Отдай мне свою машину Отдавай! Сам сказал что угодно Шлю положительные флюиды Моя мама желала быть похороненной со своей кошкой Миттенс Я выражаю благодарность Коахокскому ветеринарному обществу за быстрое усыпление ее любимицы Да, прошу вас, закиньте ее туда Как-нибудь, как-нибудь в ноги положите Боже, ненавижу похороны Да, тупизм Слава богу, я не умру Почему? Умрешь, конечно Да не умру я, Брайан Я как Джим Белуши А мой забавный брат меня беспокоит Поедай! Трагедия, конечно Но для меня открылся путь к славе Старые фотоальбомы твоей мамы Ой, отпечатки твоих ножек Да, мама снимала их каждый год Восемь лет я был драконом Я так скучаю по маме Я знала вашу маму лучше всех Могу вам много о ней рассказать Как любезно Я буду только рада Что ж, уже четыре Мне пора спать Стюй, пожалуйста, прекрати ворочаться Мне трудно заснуть без моей запоминающей подушки Не подсказывай, не подсказывай Брайан! Да? Да Я тоже не могу уснуть, Брайан, я боюсь Чего? Смерти! Мне даже странно, что ты так об этом беспокоишься Ты же ничего не боишься Даже чудище из шкафа Да, чудище может паковать чемоданы Потому что по договору ему нельзя было заниматься субарендой Не понимаю о чем-то, я живу один Да признайся уже, Итан Надо же, впечатляет Буддизм – это азиатская религия, которая также притягивает немало раздражающих белых людей Ясно Буддисты считают, что после смерти человек реинкарнируется в виде свиньи, коровы или там петуха Ясно, мне нравится Я уже умею издавать звуки этих животных А католики веруют, что приняв Иисуса в своё сердце, любой после смерти может попасть в рай Правда? Любой? Принимаю Иисуса Господом и Спасителем своим! Да! Питер, спасибо, что помогаешь печь мне пирог Но, может, спустишься на пол, и дело пойдёт быстрее? Да, но когда я помогал маме печь, то всегда вставал на стул А ещё я помню, как дядя Рой запускал в меня палец Что может быть лучше семейных воспоминаний? В общем, Брайан, я пытаюсь понять, что такое смерть! Тут всё довольно просто, Стюи Ну, по-моему, очевидно, что мы существа из плоти и костей Которые живут-живут, а потом идут на корм червям Приходим из небытия и уходим в небытие Конец Спокойной ночи, Стюи! Жизнь — это большая насмешка Весь её смысл — дожидаться смерти Но я так жить не могу Лучше решить всё разом Я сам лишу себя жизни Но сперва поиграю дома в мячик Родители правы! Мне не терпелось познакомить вас с Эвелин Нам с ней так здорово Эвелин, скажи, сколько газировок я смешал в кинотеатре? Две Да нет, больше она заснула Я вдруг вспомнил, что мне надо срочно отсюда свалить Бог разрешил мне единожды встать с коляски и пройтись Я берёг этот шанс на свадьбу с Сюзи Но... Знаешь, Эвелин, мне с тобой очень хорошо Ты будто моя наземная мама О, Питер Може, возвращать меня будешь или смотреть телек? Ладно, Руперт, пора Ну, я не умер, но у меня встал Эй, Лигаш, иди сюда! О, нет, вооружённое нападение А я так не хочу сегодня умирать Ну, стреляй в меня! Тебя не раздражает, что сердце прямо здесь Ну, зацелуйтесь уже, голубки! Ладно, Руперт, старый тостер Ванни — это верняк А, чёрт, я хотел умереть, а не стать тостерменом Не знаю, что и думать про этого тостермена Ему достаётся вся слава, крошки за ним убирают на наши налоги Мой хлебушек идеально поджарился! Вот бы сказать ему спасибо Думаю, он слышит, пап Думаю, он слышит Я должна извиниться Из-за нового лекарства я вела вчера себя как дура Значит, всё из-за лекарства, да? Какого чёрта? Я хочу себя убить, Брайан Ты сам сказал, после смерти нас ничего не ждёт А если жизнь бессмысленна? Чего время тянуть? Никто не знает, сколько ему отмерено Поэтому надо выжимать все соки из каждого прожитого дня Так вот, почему ты по 45 минут на трясущихся лапах какаешь на лужайку перед домом Я хочу сказать, найди ради чего жить То есть мне надо найти свой аналог, как они на газон? Именно Что ж, добро пожаловать в Пап Яблонько! Я Стюй Гриффи, на это... Шесть моих помощниц А вообще я передумал, убивайся Питер, я хочу извиниться Я вела себя неприлично Эвелин? Эвелин! Тот вроде чья-то мама умерла Не знаю, вы... вы всё сделаете, да? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Кулакова